Нас Господь послал в этот мир быть свидетелями из чудной вести, радости, что Он умер и воскрес, и дарует прощение. Больше этой радости быть не может. Спасает от вечной погибели, от мучения с дьяволом в огне. И мы пришли сюда царствовать, мы в этот Содом, чтобы сказать, что вы вышли из Содома, пока не погибли. Здесь место разврата. Это да, дед, я не спорю, это да. Ну, а что спорить, когда это так? Нормальных людей здесь мало. Так, если у вас есть желание познать волю Божию больше, вы можете меня найти в Скайпе. Скайп, знаете такое? Да, конечно, знаю, дед. Вот, зарядите два слова. Игнатий Лапкин. Ладно. Вы запишите, вы забудете. Запишите. Мне его, у меня скачивать надо его сейчас. У меня его нет, но... Игнатий Лапкин, карандашом напишите хотя бы. Ага. Напишите. С этой фамилией, именем я один. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Ладно. Когда вы по Скайпу зайдете, скажите, что мы с вами встречались в Содоме. Я пойму, где. Вот так. А если вы зарядите... Здоровья тебе. У нас называется в Ютубе, во свете Библии, наш канал, во свете Библии, Игнатий Лапкин. 17 тысяч роликов у нас. Мы строим деревню православную. Вам будет очень интересно увидеть это все. У нас вся... Мы не склеиваем ролики, а так, как говорим, так и записываем. Если у вас будут какие-то духовные вопросы, вы можете сегодня же зайти. Сегодня самые... Срочные вопросы есть у вас? Такие прям необходимо сегодня решить. Пока нету, дед. Ну все. И когда вы зайдете туда, вы увидите, как мы с вами разговаривали. Что вы не матерились, вы не голые были. Вам приятно будет посмотреть на себя. Здоровья вам, дедушка. Храни вас Господь. Как вас звать-то? Михаил. Михаил. Ну, у меня Игнатий Лапкин. Это город Барнаул. Хорошо. Заходи по скайпу, а там я скину все ресурсы вам. С Богом. Те они, проповедники, пришли сюда, чтобы людям возвестить великую радостную весть, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Воистину воскрес. Вот. Мы людей желаем познакомить с великой книгой Божией. Вот. Для этой цели мы здесь находимся. Вы на Украине? Что? В России, да? В России, в городе Барнаул. Лапкин Игнатий. Я с Воронеж. Вот если вы зарядите Игнатий Лапкин, запишите себе в скайпе. То выйдите, мы переговорим. Я вам скину наши огромные ресурсы. Сайт, форум, видеоканал. Отца Иоанники из Чехасии знаете? Все? Отца Иоанники из Чехасии знаете? Из Чехачева. Из Чехачева. Нет, не знаю. Он с города Воронежа. Воронеж? Я с Воронежа. Вот этот с Воронежа, да. Это вы с Воронежа? А вы знаете, что у вас парализованный был, лежал 17 лет, Сергей Козлов? Ой, да это я не знаю. Я просто ездил. Как Хим Андрей-то учили. А вот они его знали. Он иконописец был. Парализованный. Он умер в этом году, в начале года. Вот кому Бог давал знания. Сколько он добра сделал. Мы близко были знакомы. Вот Игнатий Лапкин, если запишите, в скайпе зайдете. А пока посмотрите, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Это наш видеоканал. У нас там... Вы не старый, а врядица. 17 тысяч роликов у нас. Как деревню православную строим. Как у нас жизнь идет. Как молимся. Как я начальник детского лагеря был 45 лет. Мы все выставляем в интернет. Для пользы людей. Вы не старый, а врядица. Повторите. Не старый, а врядица. Вы старый, врядица? Нет. Он говорит, вы не старый, врядица. Мы из старообрядческих корней были. А теперь мы находим в официальную церковь. Вы увидите, как к нам митрополит приезжает. Алтайский митрополит Сергий. Московского патриархата. У нас называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите, это YouTube. Спасибо. Так, если будут вопросы, вы тогда зайдите. Только по скайпу зайдите. По скайпу. Удобнее всего. Слава Христу. С Богом. Вы по-русски понимаете? Вы понимаете, Россия? Как вы понимаете? Как вы понимаете? Ну, раз ничего нету, тогда что, с Богом. Здесь нельзя показать даже, что. Если бы зашли по скайпу Игнатий Лапкин, Игнатий Лапкин. Скайп. Игнатий Лапкин. И на меня. И я буду говорить с вами. Игнатий Лапкин. Скайп. Я там вам буду сразу переводить. И у нас будет хорошая беседа. С Богом. Мы даем людям вот эту вот книгу. Нет, да? Не признаешь, да? Я знаю, знаю. Во славу Божию. Все, пока. До свидания. Ай-ю. Надето на глаза. Зачем сразу ругаться-то? Я говорю, что убери из глаз-то это. Поговорим нормально. С кем разговаривать-то? Глаза же не закрыты. Ну, вы же знаете, что-то ненормально. Условия. Щад рулетки, чтобы человек не скрывал лица своего. Вы нарушаете условия, где вы находитесь. Ладно, я тогда поменяю. Я вам скажу многое полезное для вас. Убирай эту шашмуру-то с глаз и поговорим. Нет. Не открыть, уже все, намертво. Так, что говорите? Так вот, на неделю назад мы с тобой разговаривали. Ну, вот видите. А вы заходите на наш Ютуб-то? Да. Конечно. На подписчики, да. Ну, вот так. А что вы делаете? На Ютубе иконы продаете? Я так не понял. Что делаем тут? Да. Где? В рулетке-то? Да. Потому что это место разврата. Тьма. И Господь послал пролить свет. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Да, мы пришли уже. Так, а что ты? Поедешь тогда потом-то? Так, что ты, Володя, надо помочь. Да они смеются. А что? Что смеются? Да вы кто? Я говорю, мы вот с ним, мы с ним разговаривали. Он что, он тоже и будет с нами? С тобой разговаривали? С Володей разговаривали? Нет, нет. Да. Да. Было неделю назад, мы говорили. А говорить нет. Да что он врет? Да не врет, может забыл. У нас врать нельзя. Это грех смертный. А что? Ты согласен, да, мы что? Берем? Ребята, у вас есть духовные вопросы, касающиеся спасения души? Конечно. Давайте. Конечно. Я слушаю, говорите. Я там был. Только без руганий, чтобы ни одного слова плохого не было. Так ни одного и нету. Ну, это не должно быть. Давайте. И куда идти-то? Вопросы, вопросы от вас есть какие-то? Я бы вам ответил. Куда идти? К Богу, ко Христу, по Слову Божию. Идти в православную церковь. А что он собирается куда? Он собирается куда? На работу. Уже? Ну, так у нас то время, то уже 6 часов, ну, почти 7 часов. А что я буду забирать-то? Ну, мы в 4.40. Так что мы забираем? Вы что, идете? Вот опять пьют. На людях никогда не надо пить. Чай нельзя пить. Чайку я забираю. Вы когда зайдете в скайп, Игнатий Лапкин, зарядите только, Игнатий Лапкин, по скайпу, и мы там поговорим. Может быть, материалы вам скинуть. А тут-то ничего нельзя ответить толком. Так я что, я все? Так что, он не поймут, что-то вы там друг на друга смотрите. Кто? Никого нету. Ты что? Я один. Они смеются. Так а что, Володя-то будет? Они смеются над вами. Смеетесь, говорит, да? А ну, нет, нет. Володя, Володя умрет. Он никогда не врет. У нас этого нету. Нету. Потому что написано, всякая неправда есть грех. И далее, дьявол, дьявол, если отец лжи. И поэтому... Куда идти-то? Так. Ребята, вы веселые, это, конечно, хорошо. Но веселье должно быть в Боге. Не просто так. Если я плохо слышу, и вы над этим смеетесь, ну, моей вины тут нету. У меня механическое повреждение. Я многое перенес в жизни, перепонка порушена. Ну, чтобы видно, какая-то темнота одна. Плохо видно. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Так. Для камеры плохая. Ну, что у вас... У меня-то хорошо вам видно? Да. А у вас как-то свет там где-то непонятно. На лицо-то ничего не видать. Вот, получше стало. Мы, православные люди, проповедники, мы пришли сюда людям рассказать о великой радости, о Христе Спасителе, что Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Чтобы они вылезли из этой тьмы кромешной, которая является щад рулеткой. Это блудодейное место Содома и Гамора. Что попало тут делается? Вы... Мне сколько лет? Восемьдесят первый. Вот, если у вас есть вопросы, какие-то, вы можете задать духовное, что касается жизни, смысла, что в будущем будет. Давайте. Почему я крестики теряю? Ну, потому что плохая у вас, ниточка плохая. Потому... А что оно? Вот у меня оно не теряется. На мне оно висит, я не знаю сколько, ну, лет пятнадцать-двадцать. Вы слышали, что крест железный нельзя носить? Я не знаю. А почему? Да никакого значения это не имеет. Просто почему я теряю платочки? Потому что там что-то другое лежит, я дернул руку с рукавичками, платочек выпал. Деньги теряю, потому что не застегнутый был кошелек. А мне сказали, что крест железный нельзя носить. Почему Иисуса... У него дерево же. Ну, ладно. Вы услышали там тут. Я вам ответил. Два спорить не буду. Теряют многие. Иконки теряют. Жену и детей теряют. Он говорит, что почему нельзя носить железный крест? Почему нельзя? Он и должен быть железный. Ну, а какой продают, я сам не делаю. Почему же нельзя-то? Любой. Деревянный. Бывает из какой-то алюминия. Вы зайдите по скайпу, Игнатий Лапкин. Ладно. Запишите. И там мы поговорим. Только напомните, что мы встречались вместе в темном. Я отвечу вам там. Тут, что сказать, у вас как-то мечется там, а там спокойно. Хорошо. Вас как звать-то? Меня Стас зовут. Володя, не слышу. Стас. Станислав. Станислав? Да. Ну вот, хорошо. Ну, меня я тебе сказал, как звать. У нас очень большие ресурсы. И там вы найдете ответ на 4124 вопроса. Ну, все тогда, Станислав. Отключайся. Игнатий Лапкин, два слова запомни. А во свете Библии, это Ютуб наш называется. И там увидишь себя, как мы разговаривали с вами. Давай с Богом. До свидания с Богом. С Богом, да. Которых Бог сотворил, Адама и Еву. Они нарушили заповедь Божию. И написано, в Адаме все умирают. Он стал смертным, был бессмертным. И ему было уже обещано, что придет тот, который змея поразит в голову, который обольстил его, дракон. А он будет жалить в пяту. И вот, Бог сотворил Адама, и до Рождества Христа прошло 5508 лет. Пять с половиной тысяч лет. И пророки предсказывали, что придет Мессия. Вот повалил его, сатана. Вот, рыщит как. Как рыкающий лев, говорит, придет. Ища кого поглотить. Видите, вы там в салоне, выбили его прям. Правда.